Итак, начинается наше сегодняшнее путешествие в Казахстане. Мы уже сидим в автобусе, ждем водителя. Мы на первом месте. Да, будет страшно. Будет очень страшно ехать. Дорога очень красивая. Я когда-то уже ездила. Как раз классно, что я в самом береге сижу, вам все поснимаю и покажу. Так, мы уже приехали в Степан Смидла. Сейчас пойдем покушаем обязательно. И потом пойдем. Пойдем вон в ту крепость. Я заказала себе свой любимый хачапури по-аджарски. Кофеек. И позавтракали мы вот с таким вот прекрасным видом. Итак, все, мы покушали. И теперь пешком поднимаемся на монастырь. Конечно, Алена меня пыталась уговорить, чтобы мы... Да, Луна, мне хочу на стол по себе ехать. Это вкусный класс. Она меня пыталась уговорить, чтобы мы туда поднимались не пешком, а поехали на автобусе. Но нет. Я сказала, что она первый раз хотя бы в жизни должна это сделать. Сама пешком, а не на машине. И сейчас по дороге даже шли. Очень много таксистов. Они тоже, все, давайте мы вас подвезем. Всего лишь там сколько, по 15 лари с человека. А мы, нет. Мы идем пешком. Алёна! Мне кажется, она со мной не разговаривает. Ты со мной уже не разговариваешь. Думаешь, ну тебя? Мы сейчас по сокращенному пути пойдем. Мы идем по сокращенному пути. Я знаю, я там была уже. Я была там, там классно. Правда, я летом была. Посмотрите. Ну, конечно, немножко затянуло все это дело. Но вообще, на самом деле, очень красиво. Коробки гуляют. А вот еще одна. Света, можешь ее сфоткать? Сейчас сфоткать. Я видео пока снимала. Так, первая наша остановочка. Это будет вот туда. Нам нужно идти. А потом туда. Не, нормально. Пойдем. Да. Вот в деревню идем. Люди тут живут. Коробки гуляют. Да. Итак, мы решили сократить путь. Просто нам показывают по другой дороге идти. Но мы решили, так как мы видим здесь крепость, почему бы нам не сократить. Пойдем так. Но мы так уже когда-то ходили. Когда я была здесь летом, то мы ходили этой дорогой. Но это было лето. А сейчас зима. И мы пытаемся хотя бы найти выход к вот этой вот дороге. Где там вот туда. Потому что здесь дома людей, заборы. Ну, в принципе, все. Мы нашли. Нашли выход. Вот идем прямо и поднимаемся. Так вот живут люди здесь. Ну что? Самое сложное? Ну, самое сложное так вот этой части. А там еще будет немножко посложнее. Но там не вытравнина? Нет, там не вытравнина. Я просто тебя утешаю. Ну, вот так вот. Идем. Вот так вот. Красиво. Поднимаемся. Нашли китайского друга. Вот так. Просто человек шел, говорит, можно пойду с вами? Ну, иди. Итак, мы, как обычно, без воды. Поэтому мы нашли ручей. И в тот раз мы ели снег, когда я была в закопанах. В этот раз пьем с ручья. Вот. Вот так вот. Ну, я думаю, это родниковая классная вода. Вкусно? Да. Отлично. А вот уже и крепость. Ну, там еще просто другая. Но мы пока не сюда, а потом дальше. Итак, первая наша точка. Мы до нее добрались. А всего лишь за... Так, сейчас перескочу быстренько, чтобы... Оп, ноги не намочить. За 30 минут. Отлично. Замечательно. Если бы было солнечно, было бы видно хорошо вот эту вот гору. Она аж туда куда-то вверх. Но нет. Нам ее не видно. Идем вверх. Пока не сложно? Не, нормально. Я больше переживала. Не. Я переживала, что я замерзла. А очень жарко. Да, жарко всегда подниматься. На воде печатали. О, как красиво! Вот, посмотрите, какой обрыв между скалами. И нам туда очень красиво. Ай, вот мы идем, сделали привал. Алене наш китайский друг дал уже энергетик. Понял, что она может не дойти. Лучше в вино, конечно, да? Ой, так это наоборот прилив глюкозки. Младенько. Так, чуть-чуть нам. Ну, ладно, не чуть-чуть на самом деле. Так, вот здесь начинаются такие скалы. Смотрите, путь маркированный. Так что я все правильно веду. Так. Итак, есть одна неприятненькая новость. Я чуть ли только что не упала. Вот скользнулася. И еще чуть-чуть я начала уже катиться. Но все нормально. Это с неприятных новостей. Вот мы почти пришли. Нам осталось совсем чуть-чуть. Ну и как показывает практика, последний путь, он самый сложный. Да, я только увидела, что это, когда нам стало еще тяжелее. Ну и все, началось самое интересное. Дорога закончилась. Нам нужно подниматься туда. Поэтому пролаживаем свой путь. Вот. Ну что, Паводырь, что ты расскажешь нам? Сейчас потащи. Сейчас совсем чуть-чуть. Вот мы видим верх. Не видим тропинки. Да, тропинки нет, но самое главное мы видим, куда мы идем. Потому что... Да, были моменты, когда мы вообще понятия не знали, куда идем. Вот. А вот тут уж дорога. Вот парковка. Это ленивые люди поднимаются на машинах. А мы... Да, да, я же говорю, это ленивые люди поднимаются. Теперь ты вне всех челенивых людей. Да. Спасибо, Света. Честно, я бы... Я бы не расстроилась, если бы я была... Я бы не расстроилась. И так, мы вышли на нормальную дорогу. Посмотрите, как видно облака. Я никогда не видела. Класс. И вот, чуть-чуть нам осталось. Это очень круто. За сколько времени мы добрались? За час двадцать. За час двадцать. Да? Я же тебе обещала. Я вообще не верила, слушай. Да. Я думала, что с 3 туда подниматься. Не, не, не ты. А спускаться ещё быстрее. Вон той тропинкой мы поднимались. Вот там вот шли. Вот как прекрасно всё это. И вот, мы дошли до монастыря. Вы просто посмотрите, как красиво. Супер. Мы идём уже от монастыря. Решили идти вот такой вот дорогой, трассой. Проверим, насколько нам так быстрее, не быстрее. Но зато хоть хорошая дорога, просто по асфальту идти. И так, мы решили сократить. Но это были бы не мы, если бы мы так не пошли. Да, идём. Это просто капец. Ой, спускаемся, спускаемся. Блин, ну камера не передаёт этого экшена вообще. Ты тут экшен не снимала там, где мы пролазили? Нет, я переживала, там было не до этого. Ложный путь. Мы прошли 500 метров. Зато посмотрите, какая красота нам туда. Мы вышли к тому месту, с которого мы начинали подниматься. Потом поднялись вон туда. Кинули вот такой круг. И вышли сюда. И теперь спускаемся в город.